Телевидение с 40-х годов, но фокусируясь на советском, как наиболее для нас актуальным, как я уже говорил, именно в войну начали производство массовых телевизоров, но по-разному. В Америке, которая далеко была от войны, лучше всего освоили. В Германии начали, но там, естественно, всё разбомбили к концу войны. И технологии, частично немецкие, были вывезены. Однако ещё до войны был первый серийный телевизор, 1940 год, первый советский серийный телевизор на основе электронной лучевой трубки, 17ТН-1. До войны они 2000 выпустили, но они с примитивной разверткой были. Во время войны технологии все улучшились. Надо сказать, что уже в 1940 году была известная передача. В феврале 1940 года была передача советского телевидения, посвящённая возвращению ледокола Георгия Седов. Там были приглашены герои из этого ледокола Седов. Перед ними выступала группа артистов. И вот уже эта передача 1940 года на маленькой развертке уже напоминала «Голубые огоньки». Вот этот формат советское телевидение почему-то полюбило прямо с 1940 года, ещё до войны. То есть приходят какие-то известные там герои советские, и перед ними выступают какие-то артисты. Вот это у нас сохранят прямо до сих пор, эти «Голубые огоньки». Почему-то у нас такая самая главная передача нашего телевидения, ещё при Сталине такую передачу выдавали. В течение войны, в принципе, прекратили выпуск телевизоров, естественно, потому что другие дела были, и в Великобритании прекратился, но проводились испытания, усовершенствовались технологии. Вышла теперь уже развертка на 625 строк. 1944 год новый стандарт вышел, общий европейский, он постепенно стал. С 1946 года начали выпуск телевизоров «Ленинград-Т1», «Ленинград-Т2» на основе немецких. Ну, в общем, проводились передачи. Например, первая внестудийная передача 29 июня 1949 года, прямая трансляция футбольного матча со стадиона «Динамо». К концу 40-х уже складываются жанры определенные телевизионные, но, в общем, об этом чуть позже будет, когда я начну уже передачи записанные. Всё-таки от 40-х мало осталось передач. Вот, начну передачи 50-х, 60-х комментировать, там буду уже про жанры. Вот, а тут основная проблема, это в конце 40-х была, что надо массовый телевизор сделать, который бы действительно у всех граждан стоял, как в Америке. В Америке уже в конце 40-х идёт массовая продажа телевизоров. Ну, так вот, этот телевизор, первый народный советский телевизор, назывался «КВН-49». Его производство наладили в 49-м году. Он был, естественно, чёрно-белый, и стандарт разложения был 625 на 50. Там было 625 строк всего. Он был довольно примитивный. Но уже 4 ноября 1948 года московский телецентр на Шаболовке передаёт на 625 строк, и этот стандарт был общеевропейским в 50-е. Это довольно маленький экран, но всё-таки это не 40-е, это всё-таки не в лупу, то есть не 30-е, не микроскопический. Маленький экран, 625 строк, но всё-таки уже что-то более-менее чёткое, и там можно было смотреть телепередачи и фильмы. Разработка велась в НИИД в Ленинграде в конце 40-х. Сначала был создан телевизор Т1 в 1946-1948 годах, и потом его переделали в КВН. КВН — это первые буквы фамилии конструкторов. Кенигсон, Варшавский и Николаевский. И в 1949-м начали выпуск, поэтому КВН — 49. Но сталинские времена, там серьёзная комиссия рассматривала, потому что это первый советский телевизор для крупносерийного производства. Массовый выпуск осуществлялся на Александровском радиозаводе. И потом, когда уже наладили, начали выпускать в Воронеже на заводе «Электросигнал», на заводе «Маяк» в Киеве, в Ленинграде завод «Россия», в Московский радиозавод в 50-е и массово, короче. Использовали, но ленинградский телецентр до 1951 года на немецком стандарте вещал 441 строка. А Москва уже сразу перевела на 625, поэтому сначала даже были варианты, что телевизор можно было переключать. 625 строк, если Москву принимаем, и 441, если Ленинград. Ну всё, значит, с мая 1951 года и мы, и Европа все перешли на 625 строк. Это формат примитивного телевидения 50-х. Реально был народный, до 1962 года выпускался, 2,5 миллиона телевизоров КВН-49 было выпущено, то есть всё это миллионы пошло. В конце 40-х мог стоять телевизор где-нибудь в учреждении, и сей толпой собирались смотреть. В 50-е уже начали друг другу в гости смотреть, там какая-то семья купила телевизор, да, и все к ней в гости. То есть как бы охвата полного не было, но уже домашний он стал в 50-е, а не в учреждениях. Первую версию, чтобы сделать простой и дешёвой, потому что планировалось продавать населению достаточно бедному после войны, её сделали достаточно плохой, и потом выпускали всё время добавки. Вот в 50-е у нас росло благосостояние населения быстро, поэтому выпускали всё более сложные варианты с большим количеством радиоламп. Добавляли, они были и более дорогие, но и лучше, конечно, работали. До 1962 года это выпускали. Кинескоп был ЛК-715А без ионной ловушки, магнитными полями осуществлялось отклонение. Потребляемая от сети мощность была 216 Вт для КВНов и для одной модели 200 Вт. Масса 29 кг, и он достаточно, в общем-то, такой маленький был. Так как всё равно маленькая эта развертка, на него линзу сверху ставили. Вот все, которые в музеях стоят, на них сверху линза стоит. То есть всё равно увеличивали, но не так, чтобы в дырочку смотреть, как в 30-е годы было, а сверху вот этого экрана ставили линзу, чтобы позволили вот эти 625 строк, по крайней мере, ну вот вид, в виде какого-то достаточно большого изображения, чтобы не впритык к нему сидеть телевизор, чтобы так издалека хотя бы было видно. Вот поэтому на экран ставили линзу всё ещё в 50-е годы. Ну и, они говорят, часто ломались, эти советские телевизоры, поэтому народная расшифровка КВН была такая, купил, включил, не работает. Однако телепередача КВН, Клуб Весёлых и Находчивых, она вообще-то с 61-го года, и массовый телевизор в начале 60-х всё ещё был КВН. Поэтому Клуб Весёлых и Находчивых – это расшифровка по сути названия телевизора, то есть название передачи КВН, на самом деле, это вот этот массовый телевизор 50-х годов. Ну, он позволял уже много чего, уже появились телепередачи там, новостные, развлекательные и так далее, и об этом я уже расскажу, когда перейду к характеристике телевидения 50-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok